здорово выглядеть молодым и здоровым а здоровье начинается с улыбки ослепительная улыбка и свежее дыхание мечта каждого как надолго оставить зубы здоровыми как правильно за ними ухаживать какие еще процедуры необходимы для того чтобы оставаться молодым и здоровым ответы на эти и другие вопросы а также новости косметологии даже герудотерапия программе телеканала ника плюс ваш парадонтологический центр парадонтологический центр это клиника нового поколения центр оказывает весь спектр стоматологической помощи начиная от диагностики и проведения профессиональной гигиены полости рта и заканчивая сложнейшими инновационными методиками лечения сегодня мы поговорим о заболеваниях десен и более распространенных и заболевание парадонтит парадонтоз ткани которые окружают наш зуб называется этой ткани парадонт и отсюда есть заболевания которые приводят к разрушению теканей парадонтит и парадонтоз парадонтит и парадонтоз Парадонтоз – не близнецы и не братья, хотя эти два диагноза путают не только пациенты. Парадонтит и парадонтоз – это заболевания парадонта, комплекса тканей, удерживающих зуб в кости. Но между ними есть существенная разница. Парадонтит – это воспалительное заболевание тканей парадонта. По данным Всемирной организации здравоохранения, парадонтит встречается у 95% взрослого населения. Парадонтоз – не воспалительное заболевание, а дистрофическое изменение в окружающих зуб тканях. В зависимости от того, насколько тяжелая стадия у нас этого заболевания, мы имеем соответствующие признаки. Когда мы в прошлый раз говорили о профессиональной гигиене зубов, мы говорили о том, что пациент у нас был в кресле, у него начальные стадии проявления. То есть есть зубные отложения, есть воспаление, которое путем снятия зубных отложений оккупируется и процесс угасает. Сегодня мы поговорим о более тяжелой стадии, когда появляется подвижность зубов. Не более тяжелая, а уже просто тяжелая стадия заболевания. И чаще всего обращение пациента происходит именно на этой стадии, потому что у людей появляются конкретные признаки того, что зубы могут быть потеряны. И даже если до этого что-то пугало пойти к стоматологу, то тут уже, в общем-то, терять-то нечего, уже надо бежать. Комплексное лечение. То есть мы говорим и о снятии зубных отложений, потому что это обязательное мероприятие при лечении заболеваний парадонта. И мы говорим о том, что есть необходимость, возможно, введение каких-то лекарственных препаратов, а главное зафиксировать те зубки, которые у нас расшатались. Это лечение все консервативное, не хирургическое. То есть когда у нас есть возможность делать хирургическое лечение, мы его проводим. Но когда уже есть подвижность зубов, мы не всегда идем на хирургическое лечение, потому что просто боимся потерять те зубы, которые есть. Что такое шинирование? Шинирование – это скрепление нескольких зубов в один блок. Сегодня у нас есть пациент, у которого есть средне-тяжелая стадия парадонтита, есть подвижность зубов, степени подвижности зубов разные. Но здесь уже выражена степень подвижности, то есть мы не можем зафиксировать никак иначе, только путем шинирования, фиксации, скрепления зубов в блок для того, чтобы предотвратить дальнейшее расшатывание зуба, ну и, соответственно, потеря зубов. Как происходит скрепление зубов? Есть специальные материалы, разработанные в стоматологии, которые путем приклеивания поверхностно или внедрения в толщу зуба фиксируют несколько зубов в один блок для того, чтобы более здоровые зубы помогли удержать менее здоровые зубы. Но все это делается в определенном порядке, потому что есть зубы, которым можно прикреплять, есть зубы, которым нельзя прикреплять, но тем не менее. Здесь мы говорим о переднем отделе нижней челюсти, когда у человека есть подвижность второй-третьей степени, когда мы можем зафиксировать эти зубки. Что мы будем делать? Мы с вами будем скреплять наши подвижные зубки, мы говорим о передних зубах нижней челюсти, будем скреплять от клыка по клык путем приклеивания стекловолоконной полоски к внутренней поверхности ваших зубов, не нарушая целостность ваших зубов. По внутренней поверхности мы будем беречь ваши зубки и стараться сохранить их в максимально полном объеме, то есть не травмируя ткани зуба. По внутренней поверхности ваших зубов, где-то в центре коронки, в зависимости от прикуса, мы будем смотреть, насколько ваши зубки смыкаются, чтобы не мешала шина нормальному смыканию, функционированию зубов, жеванию. Значит, мы приклеим на стоматологический материал специальную стекловолоконную полоску для того, чтобы закрепить в блок эти шесть зубов. Зачастую люди, страдающие парадонтом, уже имеют некие проблемы с эстетикой. То есть зубы за счет того, что ушла косточка, ушла десна, оголяются, промежутки становятся широкие. Более того, есть где-то кариозные полости, где-то старые пломбы, которые тоже потеряли свой вид. Поэтому мы всегда говорим о том, что давайте делать комплекс, давайте убирать все проблемы и приводить зубной ряд в оптимально нормальное состояние, эстетически выверенное. Поэтому мы будем говорить о том, что есть необходимость, помимо того, чтобы скрепить ваши зубы, еще и эстетически все-таки привести в порядок, чтобы вы могли улыбаться. Потому что часто пациенты, которые приходят ко мне на прием, они жалуются на то, что они не могут улыбаться, не стесняются своей улыбки, потому что зубы уже потеряли свой внешний вид. Соответственно, здесь мы решаем и проблему эстетики, и проблему функции, правильной нормальной функции зубов. То, что касается лечения, надо понимать, что парадонтит – это то заболевание, которое невозможно излечить. Оно не излечивается. То есть, если есть парадонтит, он есть. Более 90% населения страдает. То, что касается карелии, здесь процент еще выше. И заболеваемость кариозом, заболеваемость парадонтитом и другими заболеваниями парадонта – очень высокий процент. И поэтому практически каждый пациент, который обращается в нашу клинику, он нуждается в лечении заболевания парадонта и в лечении кариеса зубов, его осложнения. Заболевание неизлечимое, поэтому все, что мы делаем, мы направляем на то, чтобы ввести заболевание в стадию ремиссии. То есть успокоить заболевание, остановить его, приостановить на том уровне, на котором оно и есть сейчас. Поэтому говорить об излечении никогда не приходится. Мы всегда говорим о том, что мы сохраняем зубы нашим пациентам максимально долго, насколько это возможно. Вот можем зашинировать зубы и продлить существование зубов на какой-то неопределенный срок, ведь очень многое зависит от пациента. Насколько соблюдается гигиена, насколько он хорошо чистит, насколько он часто посещает врача-парадонтолога, потому что это подконтрольное заболевание, как любое хроническое заболевание, которое должен вести специалист, для того, чтобы в нужный момент обратить внимание и дать возможность максимально долго удержать зубы в челюсти. Парадонтологический центр – это клиника нового поколения. Специалисты центра оказывают терапевтическое, эстетическое и хирургическое лечение. Редактор субтитров А.Семкин